Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 581 из учебника математика 6 класс Веленкин Жохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. Итак, выполните устно. Ну что ж, напрягаем наш мозг, да, и начинаем с первого задания. Следующее, что нам здесь дано? Устно думать. 200 отнять 101. 200 отнять 100 – это 100, и минус 1 – это будет 99. Разделить на 3. 90 на 3 – это 30, и 9 на 3 – это 3, то есть 33. Плюс 37 – 60, и еще плюс 10 – это 70. 70 разделить на 5. 70 – это 50 плюс 20. 50 разделить на 5 – это 10, 20 разделить на 5 – это 4. 10 плюс 4 – это 14. Задание под буквой В. 200 умножить на 5. 2 на 5 – это 10, и еще 2 нолика – 1000. Отнять 130. Отнять 100 – это 900, и отнять еще 30 – это 870. Делим на 29. 87 разделить на 29. Ну, если 29 плюс 29 плюс 29, мы посчитаем, и выйдет действительно 87. Но поскольку здесь у нас 870, то это не 3, а 30. И плюс 270 – это совсем легко, будет 300. Следующее. Так, 3 умножить на 0,3. 3 на 3 – это 9. Ну, и 1 цифра отделена запятой. Значит, и в ответе должна быть 1 цифра отделена быть запятой. 0,9 плюс 4,1. Целая плюс целая – 10 плюс 10. 5 целых. 5 разделить на 100. Если бы мы 5 делили на 1, это было бы 5, но здесь еще 2 нолика. То есть, еще мы делим, то есть, отделяем запятой получается. То есть, меньше у нас получается. 0,05. То есть, как это можно записать? 5 разделить и вот так вот, как бы, чертой дроби, да, на 100. И там можно сократить на 5. Ну, ладно, это, в общем, с другой темой уже. Итак, просто мы помним, что 5 разделить на 10. 0,5. Оно же так и называется, да? 5 разделить на 100. 0,05. И умножить на 20. 5 на 20 – это 100. И 2 числа отделено запятой. Значит, 2 нолика выкидываем. Ну, как бы, в уме, естественно. Получается единица. Так, задание под буквой «к» проверяем. Точнее, смотрим, что здесь нужно сделать. 45 разделить на 9 – это 5. И 2 числа, 2 цифры отделено запятой. Если у нас было 5, значит, будет 5 раз, 2. 5… 0,05 умножить на 6. 6 на 5 – это 30. И опять-таки, 2 знака отделяем на запятой. 0,30 или 3 десятых. Плюс 2,7. Целая плюс целая, десятая плюс десятая будет просто 3. И 3, если разделить на 0,01, делить на десятичную дробь мы не можем. Поэтому избавляемся от запятой. Умножив на 100, да? Раз, два. То есть, на два знака переносим запятую. И здесь переносим на раз, два. То есть, 3 умножить на 1 – это 3. И два знака еще. То есть, всего получается 300. Я как бы рассказываю вам, как в уме это нужно, да, просчитывать. То есть, раз, раз. Возможно, где-то делать пометочки. Поэтому у вас всегда должен быть черновик с собой. Так, 56 делим на 7. То есть, не обращаем сначала внимания на запятой. Это будет 8. А, подожди. У нас здесь десятичная дробь. Мы не можем так на десятичную делить. Нужно избавиться от запятой. Переносим запятую на один знак вправо. И здесь переносим на один знак вправо. Получается, 56 разделить на 7. То есть, просто 8. 8 на 2 так разделить. Хорошо. Если бы это было 80, и мы бы делили на 20, это было бы 4. Но у нас нету здесь, не хватает одного знака. Значит, на один знак меньше будет в ответе. Да, переносим запятую. 0,4 плюс 4,8. Целое плюс целое, десятое плюс десятое. 8 плюс 4 – 1,2. И еще 4 – 5,2. Дальше, если бы 52 мы разделили на 26, мы бы получили 2. Но у нас еще отдельна одна цифра запятой. Значит, 0,2. Ну вот и все. На этом задание решено. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Также переходи по ссылке под видео на наш сайт. И там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, кто наберет больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok